Здравствуйте! Из творчества Игоря Губермана. Когда устал и жить не хочешь, полезно вспомнить в гневе белом, что есть такие дни и ночи, что жизнь оправдывают в целом. Вот об этом, ну или почти об этом, в нашей сегодняшней программе. Программе «Соседи», программе о вас и для вас, самой народной программе новгородского областного телевидения. Проведем ее мы. Владимир Ирмушин, который так издалека начал про день Святого Валентина, и сегодня мы не обойдемся без любви, без любви к самому себе. Говорим о здоровье. И я, Екатерина Иванова. Добрый вечер. Сегодня у «Соседей». Когда движение – это жизнь. Если есть минимальное движение, там мануальная терапия поможет. И чем помочь, если все болезни от нервов. Все те, кто понижают уровень тревоги, помогают сами себе. А еще сегодня в гостях у «Соседей» заместитель главного врача областного центра медицинской реабилитации по лечебной работе Аркадий Лембриков и невролог-мануальный терапевт центра Юрий Голубев. Добрый вечер. Рада видеть вас в студии «Соседей». Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, наши соседи уже знают, что работаем мы, как всегда, в прямом эфире. Телефон нашей студии – 67 97 67. О здоровье и не только говорим сегодня. Присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте вопросы гостям. Автор самого интересного вопроса, по мнению наших гостей, получит вот такое приглашение для двоих в Новгородский академический театр драмы на спектакль «Семейное счастье», который пройдет на сцене театра 18 февраля. Ну, первый вопрос по традиции от ведущих. Пока наши соседи формулируют и нажимают кнопки своих телефонов. Скажите, кто в основном ваши пациенты? И кому вы помогаете встать на ноги в прямом и в переносном смысле? Ну, вообще, для начала буквально два слова о нашем центре. Он был образован где-то чуть более года назад решением правительства Новгородской области. Было выделено финансирование, ремонт и оборудование. В общем, все было сделано правильно, на мой взгляд. И сейчас мы работаем в полном объеме. У нас идет работа. Мы занимаемся реабилитацией больных кардиологических, неврологических, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, терапевтические больные и хирургические. То есть практически полный объем услуг по восстановлению пациентов после каких-то заболеваний. А как появилась идея создания центра, который будет оказывать централизованную помощь? Потому что правильно ли я понимаю, что раньше именно специализированного такого учреждения по реабилитации в регионе не было? Нет, специализированного не было. Были разрозненные отделения физиотерапии где-то, где-то там какая-то лечебная физкультура, проводились какие-то занятия. А вот такого центра, где лечение бы проводилось многими специалистами, то есть мультидисциплинарной бригадой, если сказать проще, то у нас одного больного лечит буквально 5-6 докторов разных специальностей. То есть это лечащий врач, прежде всего по профилю пациента, затем психолог обязательно, врач ЛФК, физиотерапевт, ну и другие специалисты, их немало. А вот с моей точки зрения, да, залог успеха, это прежде всего методики, а и центру всего год. Какие наработки, чьи используете, за основу чьи опыты брали? Ну, таких центров, как наш, не так много вообще в России. Ну вот есть центры в Санкт-Петербурге, в Сестрорецке, то есть в Ленобласти, и мы очень активно с ними работаем, у нас есть соглашение с реабилитологами, по взаимодействию с реабилитологами Северо-Запада, и мы неоднократно были на учебе, и наши доктора тоже, и там мы заимствуем методики, и все самое лучшее и прогрессивное. Я понимаю, что у вас профиленты у всех возрастов могут? Абсолютно всех. Ну, естественно, главное, чтобы был реабилитационный потенциал. Что такое вообще реабилитация? То есть люди получают лечение по своему заболеванию в больницах или в поликлиниках, и затем приходят к нам, чтобы восстановиться после окончания лечения, так сказать. Соседи присоединятся к нашей беседе, мы слушаем первый звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина Евгеньевна. В июне этого года я получила тяжелую травму. У меня был сложный перелом и операция. После этого мне необходима была реабилитация. Так вот меня почему-то с поликлиники Нославной отправили в ЦРБ, где в полуподвальном помещении делали мне электрофорезы почвей. Надо выпрашивать какое-то лечение. Я о вашем центре даже впервые услышала, хотя он мне был жизненно необходим. Скажите, пожалуйста, как вот? Я понимаю, что вы умные люди, у вас хорошие наработки, хорошие методики и прочее, прочее, прочее. Но до вас каким образом мне дойти? Вы жительница Великого Новгорода? Уточните, пожалуйста, редактор телефонных звонков, подскажите мне. На самом деле есть несколько путей попадания в наш центр на реабилитацию. Первый путь – это из стационаров нашего города и районов. Это те больные, которые получили лечение и нуждаются в реабилитации. Сразу после выписки из стационара они переводятся к нам. Это больные с инфарктом, больные с нарушением мозгового кровообращения. Те, которые действительно есть показания и противопоказания. И основная масса – это люди, которые… Как вот сейчас был задан вопрос, она может поступать из поликлиник. То есть не только из стационара люди могут госпитализироваться, но и из поликлиник. Самый короткий путь для госпитализации – это через нашу поликлинику. У нас в центре имеется поликлиническое отделение, где принимают терапевты многих специальностей. Неврологи, гинекологи. Надо просто обратиться к нам. И дальше наши специалисты дадут направление на отборочную комиссию, и там будет больной. Это все, давайте подчеркнем, это все делается по полису, в рамках ОМС. Обязательно. Человек приходит с выпиской, с полисом, в вашу поликлинику. Выписка, полис и… Рекомендации. Ну да, рекомендации для реабилитации. И никаких оплат, это все в системе ОМС. Дайте еще совет. Вот человек лежит в больнице, в стационаре, по профилю, ему требуется реабилитация. Может быть, сам пациент или его родственники смотрят нашу программу. Они могут подойти к лечащему врачу и сказать, я хочу, чтобы лично меня, моего супруга, мою супругу отправили туда на реабилитацию, дайте направление. Да, безусловно, могут. Но еще раз хочу подчеркнуть, есть показания, с которыми врачи знакомы. И они, лечащий врач в стационаре определяет, есть ли необходимость в данный момент направить на реабилитацию или нет. То есть все это знают, доктора лечащие. Я еще вот для травматологических больных хочу подчеркнуть, что у них путь тоже может быть короткий и сейчас очень часто им пользуются. То есть они получают лечение в нашем травмпункте и затем доктора травмпункта направляют к нам на отборочную комиссию больных. То есть такая практика существует? Что касается травматологических больных, у них же тоже есть такие операции, эндопротезирование, после которых полтора-два месяца вообще нельзя никаких проводить движений. И только потом, да. В конечестве только потом, когда закрепляется успех операции, проходит определенное время, только после этого. И в рекомендациях указывают, что через 2-3 месяца или полтора месяца обратится в центр реабилитации для проведения реабилитационного больного. Я почему и подчеркнул, что одно желание родственников или больного... Нужны показания. Совершенно правильно. То есть вот это каждый индивидуальный случай, поэтому у нас есть, еще раз хочу сказать, у нас есть отборочная комиссия, которая занимается приемом таких пациентов. Врачи дают направление, каждый четверг в 10 часов у нас начинает работать комиссия. Но для этого надо просто записаться. Опять же, технология известна во всех лечебных учреждениях. Все врачи знают. За работой центра реабилитации изнутри наблюдала съемочная группа соседей во главе с Вероникой Корпесоновой. Тренажерный зал в центре медицинской реабилитации всегда пользуется спросом. Особенно среди пациентов отделения ортопедии и травматологии. Специальные аппараты, их здесь называют артромоты, помогают разработать больной сустав. Технология проста. Есть аппарат для разработки движений в коленном суставе, сгибания, разгибания. Аппараты пассивного движения, то есть мышцы выключены от больного и движение происходит безболезненно и свободно. Аппарат для разработки локтевого сустава, в нем возможно движение, сгибание, разгибание, супинация и пронация. И движение в лучезапясном суставе. Аппарат для разработки лучезапясного сустава, сгибание, разгибание, приведение, отведение. Применяются при травмах, посттравматическом периоде, применяются в неврологии. Использование артромотов, несомненно, позволяет ускорить процесс восстановления после травмы и операций. Но это только часть комплексной реабилитации, говорит Марина Агурьянова. Также необходимы занятия лечебной физкультурой. Чаще всего при разработке суставов они индивидуальные. Не обойтись без физиолечения, приёма медикаментов. Нередко назначаются и водные процедуры. Кроме того, с пациентами работает мануальный терапевт. Даже в случае анкилоза, то есть полная неподвижность сустава, анкилоз, как нам говорили наши учителя, если есть минимальное движение, там мануальная терапия поможет. То есть даже в случае анкилозы. Когда есть полное разрушение сустава, естественно, нам там делать нечего. Если минимальное движение есть в суставе, то можно за счёт мануальных манипуляций увеличить этот объём. И в всяком случае будет качество жизни другое, и обслуживание человека будет по-другому себя ощущать в движении. Обычно курс реабилитации после травм составляет две недели. За это время повреждённому суставу можно вернуть былую подвижность. К слову, здесь не только помогают снять физическую боль, но и душевную. Со всеми пациентами работают психолог и психотерапевт. При поступлении в центр каждый человек отвечает на вопросы специальных тестов. С их помощью можно определить уровень депрессии и тревоги. Я могу сказать, что примерно в целом каждый второй человек, который поступает в наше отделение, находится в состоянии тревоги, с которой надо поработать, себе помочь. И всегда все те, кто понижает уровень тревоги, помогают сами себе. Все отмечают, что становится легче, комфортнее, гармоничнее. Стационар центра рассчитан на 100 человек. Здесь проходят реабилитацию пациенты по кардиологическому, пульмонологическому, хирургическому профилям, а также по линии ортопедии и травматологии. Пятая часть занимает эта травматология и ортопедия. Чаще всего, конечно, это после травм. И надо сказать, что очень хороший эффект мы видим. И даже те травмы, которые не совсем только недавно случились, но уже несколько месяцев прошло, продолжается болевой синдром или контрактура, то наши инструкторы ЛФК, конечно, очень эффективно разрабатывают с помощью, в том числе и ручных методик, и методик с помощью аппаратной механотерапии. Центр медицинской реабилитации открыл свои двери чуть больше года назад. За это время поликлинику учреждения посетили более 30 тысяч пациентов. Больше 1300 пролечились на дневном стационаре, 1100 на круглосуточном. Все они получили отличный, ну или хотя бы хороший лечебный эффект, не без гордости, говорит Руслана Березина. Конечно, не называя фамилию пациента, рассказывает, как человек поступил на реабилитацию с травмой ноги, передвигался с трудом. Через две недели ушел из медучреждения уже сам, вещали по помощи. А еще через несколько недель лечащий врач увидел его на пробежке. Соседи Вероника Корпесонова, Сергей Корнев, Новгородское областное телевидение. И вот мы готовы выслушать еще один звонок нашего соседа. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Алло. Да, вы в прямом эфире, слушаем вас. Представьтесь. Меня зовут Надежда Яковлевна. Да, Надежда Яковлевна. Я в июле месяце мне делали в Питере эндопатазирование коленного сустава. И у меня был очень большой свеч. Мне вычислили его. А теперь она подтекает. И меня нигде не берут. Скажите, я к вам могу попасть? Ну, это все надо решать конкретно при осмотре больного. Так очень трудно об этом говорить, потому что наличие свеча может быть противопоказанием для реабилитационных мероприятий. Может быть, нет. То есть это надо конкретно смотреть. К травматологу-ортопеду нужно обратиться по месту жительства. Он определится. Если посчитает возможным, значит, направит к нам на отборочную комиссию. Еще один звонок от соседей. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорит Елена Павловна. Да, Елена Павловна. У нас так сложилось, что мы с мужем бывали в Юрьево. Это тоже реабилитационный центр. Вы знаете, какая там технология лечения. Все, когда поступали, независимо от болезни, отказывались от таблеток. И лечили они, работали с душой больных. То есть лечили народными средствами. И самое главное, как ни странно, общение. Каждый вечер встречи. Пели песни, разучивали песни, танцевали. Конечно, каждый по своим возможностям. В зависимости от состояния здоровья. И вы знаете, что работали люди, доктора и персонал. С каждым персонально. И результат. Результат. Мы уезжали оттуда все счастливыми. С улучшением состояния здоровья. Причем параллельно с нами, со старшими, обычно были дети. Дети, как правило, в основном из детских домов. Сироты. И вам не передать, насколько был колоссальный эффект. Спасибо за такой вот... Но это даже не вопрос, а мнение. Да? Это как... Все-таки не... Это санаторное больше, да? Да, да. У нас больше все-таки именно направленность лечебная. Поэтому у нас тоже работает, как уже было показано, психолог. У нас также работают специалисты разного профиля. В том числе и медикаментозное лечение. И как вот наша соседка сказала, душу мы тоже пытаемся лечить. Но танцев нет. Ну, к сожалению, да. Пока не придумали. Скажите, вот вы каждый день практически сталкиваетесь с последствиями тяжелых травм. И тех последствий, которые появляются в результате образа жизни. Советы по профилактике. Мы у всех врачей спрашиваем, кто приходит в гости к соседям. Вот что нужно сделать уже сейчас, о чем задуматься, чтобы потом не попасть к вам на реабилитацию из-за того, что вел неправильный образ жизни. Что важно для здоровья суставов в первую очередь? Юрий Борисович, наверное, к вам. Для здоровья суставов важно что? Здоровый образ жизни, физическая активность сустава любит движение. Движение – это жизнь. Поэтому не сидеть телевизором, не лежать на диване. Нормализация веса, активный образ жизни, посещение фитнес-центров, минимальные хотя бы движения утром. Если нет возможности по утрам, где говорят, что в течение дня этому какое-то время уделить. Если движение, сколько ходить? Ну, в день сколько пройти надо в среднем? По времени или в километраж? Для профилактики, например, атеросклероза сосудов и движения суставов есть такая формула – 4 двоечки. Это что значит? Это значит хождение со скоростью 2 секунды не менее 20 минут в день, 5 раз в неделю, проходить не менее 4 километра в день. Тогда будет гарантирована и нормализация артериального давления, и работа суставов, и снижение холестерина в крае. Ну, я превышаю. Еще один звонок у нас есть. Всем ребятам пример. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Да. Алло, я в прямом эфире. Хочу воспользоваться эфиром, ждала такого эфира с медиками. Тема нетравматологии, но случилась такая история. 22 января вечером случилась проблема, мужу на улице стало плохо, он сердечник. Я вызвала скорую, приехали мгновенно. Бригада номер один с доктором Катышевым Алексеем, они как ангелы, прямо оказали помощь профессионально, бережно, чутко. Благодарность им огромная. Вот, спасибо, приятно слышать про коллег, такие слова. Хорошо, вот все равно буду пытать вас по профилактику. А что не любят суставы? Вот, может быть, какой-то еды, интенсивной физической нагрузки. Все сейчас бегают по асфальту. Полезно ли это для суставов или нет? Для суставов лучше бегать по гарьевой дорожке или по обочине, но не вдоль дорог, где содержание свинца очень высокое, а где-то по лесу утром и по мягкой почве. И подошвы, естественно, должны быть соответствующие, чтобы каждый шаг не отдавал по суставам, а к этому радиационная функция булаты обуви. Плюс нормализация веса, еще раз говорю, нормализация веса. Одно из основных условий. Не надо перегружать суставы. Не, не перегружать, а давление веса, массивая нагрузка на суставы. Ну, есть ведь специальные таблицы, какие-то вот эти круги. Вот я видел в поликлинике. Кто сколько должен весить? Да, там что-то соединяет, говорят, вот у вас... Это вечный спор. Ну, даже если человек есть такое, что не хотят бегать, ни на тренажерах, тем более, ни на свежем воздухе, есть методика хождения по лестницам, уж все живем в многоквартирных домах, лестница каждая есть. Откажитесь от лифта. Да. Поэтому для профилактики острости, речной коронарной недостаточности, возможно, каждый день бегать на второй этаж в Бостровскую область. Тогда не будет. Не будет такого для сервисной системы стресса во время, например. Нет, посмотрите в эти честные глаза. Каждый день бодрячком на седьмой этаж к нам в студию наверх. Да что ты. Скажите, это все-таки вопрос к вам, Аркадий Борисович. Мы так соседям все красиво расписали, заинтересовали. Куда звонить, куда обращаться? Если, допустим, человек сам понимает, направление медали, период прошел, и с его точки зрения показания есть. Где подскажут, направят, разъяснят? Значит, в регистратуру нашего поликлинического отделения 63-13-13. 63-13-13. И там можно получить справку по записи на прием к нашим специалистам. И либо получить информацию о комиссии отборочной на госпитализацию в стационар. Важный момент. Перебиваю, но времени до конца эфира не так много. Нас смотрят жители районов области. Им как попасть? Вы же все-таки областное учреждение. Они точно так же попадают, как и жители нашего города, за исключением того, что они напрямую не могут обратиться в поликлинику. И чтобы им не ездить к нам, для их удобства, опять же, лечащие врачи посылают нам выписки из их амбулаторных карт. И дальше отборочная комиссия решает, может ли он получить реабилитацию. И назначает... Приглашают уже. Да, мы приглашаем его на определенный день. Пересылка идет почта, интернет? Нет, это идет випнет. Это защищенная линия канал, чтобы никто не мог прочитать личные данные пациента. Понятно, это важно. Соседи, не переключайтесь, мы вернемся в студию после рекламы. Жадные дни в ТМК. Кризис заканчивается, таких скидок больше не будет. 900-515. И арея, и жога, забор. Спросите в аптеке Эубикор. Фирменный магазин немецкой одежды Гэри Веббер приглашает на новую коллекцию одежды для женщин. Модный, деловой стиль преобразит вашу фигуру и послужит карьерным ростом. Одежда от Гэри Веббер – это образ жизни, проверенный временем. Магазин Гэри Веббер. Улица Десятинная, дом 2. Не спите по ночам? Разбирайтесь с долгами, пока родные спят. С электронными госуслугами ваша жизнь станет проще. Зарегистрируйтесь на портале, и вы сможете проверить долги по транспортному налогу, по налогу на имущество или, не дай бог, судебные задолженности. А еще штрафы ГИБДД. Причем все эти долги и штрафы можно не только проверить, но и оплатить. Все на одном портале, не выходя из дома. Быть в расчете с государством проще, чем кажется. Окна. Ищешь дешевле? Звони ТМК 900-515. Вот во время рекламы мы тут посетовали, что уважаемые доктора еще и песню приготовили. Но ее мы отложим до следующего визита, обещайте. А пока кого отправим на спектакль «Семейное счастье» в Академический театр драмы? Ну, мы хотим, наверное, поблагодарить женщину, которая поблагодарила нас за хорошие слова. То есть не нас, а наших коллег. Тем не менее, в вашем лице всех, кто стоит на сразу здоровье. Так, Наталья Борисовна, это приглашение ваше. Позвоним, расскажем, как забрать билет. Огромное спасибо. Еще раз телефон напоминаем. 63-13-13. Правильно? Спасибо. Сегодня у нас в гостях были заместитель главного врача областного центра медицинской реабилитации по лечебной работе Аркадий Лембриков и невролог, мануальный терапевт центра Юрий Голубев. Ну что ж, программа наша подошла к концу. Прощаемся с вами. До завтра. Завтра в 20.35 в гости к соседям придет заместитель директора управляющей компании доверительное управление домом Андрей Гетманский. Расскажем, как сэкономить на общедомовых расходах. Завтра прямой эфир 20.35. НТ. Всего доброго. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Продолжение следует...